Расскажу немного про себя. Меня зовут Егор. Я катаюсь на велосипеде с 2014 года. Катаю дисциплину кросс-кантри, то есть езда по пересеченной местности на велосипеде. Больше люблю ездить в горку, нежели чем с горки. Потому что, чтобы ехать правильно с горки вниз, нужно больше техники и умения, и бесстрашия, нежели чем ехать в горку. Потому что, когда ты ездишь в горку, ты можешь тут прилечь, и всё. А ты ездишь в горке, там деревья бегают, и можно очень хорошо убраться. Что же касается нашего семинара, и почему это семинар, потому что я буду рассказывать, и мы будем обсуждать. Многие моменты. В общем, всё начинается, первые шаги с покупки велосипеда. Кто-то, кому повезло, покупает по совету своих знакомых. Но не всем так везёт. И в основном первый велосипед получается так, что, ну, как бы, ну, есть велосипед, но, блин, ну, хоть что-то получше. Так у всех. Ну, по крайней мере, у большинства, кого я видел. Вот. Поэтому самые, как бы, элементарные вещи я вам расскажу про выбор велосипеда, про покупку. Велосипед должен быть по росту. Модель, фирма и прочее не имеет значения. Потому что они все в одной ценовой категории примерно одинаковые. То есть, неважно, там будет это либо скот, либо спеш, либо там трек, либо куб. Все они, например, за 50 тысяч, они плюс-минус. То есть, там, грубо говоря, куб за 50 тысяч или скот за 50 тысяч. То есть, они будут ехать примерно одинаково. Именно вот как велосипед. Весить они будут примерно одинаково. Я вижу кота. Я вижу кота. То есть, при выборе велосипеда нужно ориентироваться, во-первых, самое главное, что хотел бы рассказать, что нет понятия плохого велосипеда или хорошего. Потому что, ну, здесь такое частое заблуждение. Велосипед должен быть под целью человека. Ты знаешь, что ты хочешь, и ты примерно покупаешь под это велосипед. Соответственно, если ты знаешь, что ты хочешь, то ты и ценник тоже знаешь. Там, например, это либо 30 тысяч, либо 50, либо там уже 100 и больше. Потому что, если кто-то хочет приезжать раз в неделю на санксет, то ему хватит, я считаю, или там за Волгу раз в неделю съездить, там покататься. Ну, короче, таких людей называют покатушники. И для покатушника хватит вполне велосипеда на той же Оливии. Оптимально брать Диор, потому что будет соотношение цена-качество. То есть, это уже будет надежное переключение. И в то же время ценник будет не конский. Для тех, кто хочет катать уже, например, марафоны или что-то большее, соответственно, уже цели другие идут. Там повыше оборудование и прочее, прочее, прочее. Теперь начнем с самого велосипеда, когда он, например, уже есть. В общем, как у нас и у всех. Можно я чем-то велосипед возьму? Не, я возьму вон тот каратек. Это потому что он черный? Да. Потому что он белый. Да, это подножка. На самом-то деле, про выбор велосипеда я чисто так коснулся, потому что наша цель не то, чтобы новый купить велосипед, а прокачать свои возможности на том, что есть. И когда мы смотрим на тех так называемых профессионалов, лосей, они уезжают вперед, а все новички думают, вот он едет хорошо, а я чуть не очень. Ну, короче, суть в том, что, как правило, те, кто катает быстро, они разбираются в настройках велосипеда. Первое и самое основное, это банальщина. Велосипед должен хотя бы раз в год ходить в полное ТО. В мастерских куча у нас наш друг, отец Аммоний, мастерская верстак. То есть при неумении самому делать переборку всего и всего, я, например, не умею, я даю ему велосипед в начале зимы, где-то в декабре, в январе, когда катать перестаю, и по весне забираю уже готовый велосипед. Это очень удобно, потому что по весне все бегают, сделал ТО, а у меня уже как бы все готово. Вот, и, то есть велосипед должен быть технически исправен. За этим и делается ТО. Вилка должна работать, например, тут. Это она сблокирована или не работает? Да, не знаю, просто может быть сблокирована была. Вот. Потом вторая банальная вещь – давление в покрышках. Есть сайт один, ссылочку скину потом в группу. Там можно ввести свои данные, что-то типа такой, анкеты. Заполняешь, и он показывает давление нужное в покрышках и перед, и зад. То есть под каждый тип поверхности как бы свое давление. В основном вот при массе, к примеру, 70-80 кг оптимально делать, например, назад 2,2, наперед 2. Ну, как бы, да. Ну, там написано минимальное и потолок. Вот, потолок откачать нет смысла. Ну, да, есть такая легенда. Короче, я где-то смотрел видос, и давление в покрышках, оно почему хорошо на асфальтах? Потому что там есть толстые углы, рельсы, поребрики и прочее. Если будет маленькое давление, то можно будет поймать двойной укол. То есть обод и покрышка, они соприкасаются, и камеры режутся по бокам. Поэтому и нужно качать побольше. Но чем меньше накачано, например, по грунтам, когда катаешь... Пойду я его... А то такой будет катать... Чем меньше давление в покрышках, тем лучше сцепление. Это, как бы, тоже очевидный такой факт. Казалось бы, но не всем очевидный. И, в принципе, если камеры в колесе нету, то бишь бескамерка, то вообще комфортно катать на одном атмосфере. Там прям очень мягенько. Правда, есть шансы, что покрышка разбортуется на резком повороте. Если слишком слабая, вот она может разбортоваться. И при резком повороте она прям и снимается. Поэтому оптимально пользоваться калькулятором вот этим. И он прям достаточно хорошо подсчитывает. Так, вот. Про высоту руля и седла. Это тоже такая важная вещь. У тебя какой рост, Андрюх? Вот 170. В общем, высота седла, она должна быть примерно на таком уровне, чтобы нога при опускании вниз, она сгибалась. То есть, если бы я этот высовлял под себя, я бы поднял немножко вот так вот примерно. Поскольку он ниже меня ростом, ему это как бы не надо. Опять же, потому что мы катаем кросс-кантри, и у нас мы еще и заезжаем не только с горки, но и в горку. Чем удобство, когда седло высоко, тем то, что в гору проще ехать. Соответственно, с горы, когда едешь, там уже свои особенности. Именно спусков. И высота руля. Об этом вообще мало кто задумывается, что можно снять вынос, и вот эти вот кольца, и вынос поменять местами. То бишь, вынос опустить вниз, и руль сам по себе тоже опустится вниз. Вынос можно перевернуть. Чем ниже вынос, тем проще заезжать в горку и более такое... Погоди, а в смысле перевернуть? На себя, что ли? Сюда руль просто? Нет, нет, нет. Вынос у тебя будет не вверх смотреть, а вниз. Я сейчас это не могу. Да, то есть он, например, вот так вот, его можно развернуть, он будет вниз смотреть. Еще ниже будет руль опущен. И тут Наталья приедет, она покажет. А чем ниже, тем все идут. В горке легче ехать. В горку? И плюс это, тело опущено. Да, и... Ленинг будет где-то... Там будет прям ровно скромать. Вот. Можно, можно? Да. Если говорить про высоту седла и руля, если в целом на это смотреть, нужно добиться такого положения, себя на велосипеде, чтобы у тебя вес распределялся половину на педали, половину на руль. И вот поэтому, когда ты регулируешь высоту руля особенно, это нужно учитывать обязательно, чтобы баланс был правильный. Ну, каким образом это расчитать? Я думаю, надо поставить... Ты в чисто экспериментальном способе. Один, когда вы держите на велосипеде. То есть ты должен, когда ты стоишь на велосипеде, ты должен его зафиксировать, ну, в вертикальном положении. Тебе должно быть удобно его удержать. Вертикально, чтобы тебе не падали. Чем выше руль, тем неудобнее держать баланс на велосипеде. То есть если вы будете потом рассматривать правильное положение во время езды, активную позицию, так называемую, вот там это будет особенно заметно, правильно руль стоит или нет. То есть на самом деле да. Когда я на днях взял велосипед прокатиться... То есть у тебя должны быть прямые руки, попа за седлом и руки согнуты, вот так вот. Вот это активная позиция велосипедная. Если у тебя руль стоит высоко, то ты просто не сможешь ее занять. А если ты не сможешь ее занять, ты будешь все время падать при наезде на непредвиденные препятствия. Потому что у тебя большой вес на руле будет. И маневрность будет меньше. Да, поэтому чем ниже руль, тем как бы комфортнее сама по себе езда. И на спусках, и на каких-то технических участках. Про ширину руля. Потому что тоже немаловажный вопрос. Антон, который в верстак, рассказывал, что ширина руля должна быть по плечам. То есть и он пояснил, что 660 миллиметров это типа достаточно. Я считаю, что это не так, потому что чем больше руль, тем у тебя удобнее рычаг поворота. И... Ну, это как бы логично. Ты можешь поворачивать его эффективнее. Но брать 80 миллиметров, 80 сантиметров руль, который у данных вильщиков, вообще нет смысла, потому что по дорогам между машин не проедешь. Реально все зеркала посшибаешь. Поэтому, к примеру, ну так она и выходит. Только не 660, как он говорил, а все же, мне кажется, где-то 700, вот золотая середина. Ну, для девушек можно на 680. Особенно если колеса большие. Да, особенно если 29 колеса. Если 26, то это не обязательно, потому что там нет какого поворота. Да, вот на 29-х прямо это будет ощутимая разница, потому что... Да, то есть особенности велосипеда нужно понимать. И опять же, если все делать грамотно, то при должном давлении, при настроенных переключателях, в поднятом седле, езда будет доставлять удовольствие. Потому что часто бывает такое, что велосипед, ну, грубо говоря, не настроен, и человек после 50 километров уже не может ни вздохнуть, ничего не сделать. А все это почему? Потому что велосипед не настроен. Банально. И также еще бывает проблема у людей с переключением скоростей. Я часто, когда у людей беру прокатиться вел, я сажусь, и начинаю крутить, и крутить тяжело. Потому что, ну, как бы, едешь, когда переключил на комфортную скорость, остановился, а скинуть не скинул. Поэтому нужно выработать привычку, чтобы, когда остановился перед остановкой, скидываешь скорость там, на такую, чтобы было легко трогаться. то есть, тут, например, 2.5, как бы, я бы, например, делал всегда 1.5, потому что с позиции 1.5 ты сел и поехал. И скорость проще набрать, и быстрее, чем 2.5 уже посложнее, конечно, будет. А кто-то вообще на троечке всегда катает. Ну, да, есть такие монеты. 3.7. Да, да. И вот, то есть, если начать езду с третьей звезды, это, конечно, можно, но это нагрузка на колени. И если, например, седло низко опущено, как это тряльщики любят ездить, прямо вниз он опускает и катает. Я, конечно, понимаю, выглядит хорошо, но, блин, если ты едешь на ночную по городу и у тебя седло в ноль, то это козелные колени называется. Ну, адекватно. Потому что одно дело, когда ты где-нибудь на дёрте или там, где ты дропаешь, прыгаешь, где тебе реально седло надо низко. А другое дело, когда ты катаешь кросс-кантри, тебе надо седло высоко, но ты не хочешь, как бы, для тебя это зашкварно. на светофоре, например, надо, я, например, останавливаюсь чуть впереди машин, чтобы пока они трогаются, я уже уехал. В основном вот так. И если у тебя стоит 3,8, то как бы ты начинаешь крутить, а там ёшкин кот. А если еще седло низко опущено, то колени начинают гудеть. Откровенно говоря. И все как бы. Поэтому ставим перед остановкой как бы на переднюю звезду и все. Она отлично прям. Ох. Опоздали, зродители не пошли. Также коснемся вопроса педалек. О том, что они бывает прилетают и прочее, прочее, прочее. Вот смотрите. Вот эти педали они в принципе хорошие. Почему? Потому что они широкие. Чем шире педаль, тем можно на нее эффективнее давить и соответственно меньше нагрузка на ступни. Некоторые катают на обычных заводских педальках. Они такие узенькие. не знаю у кого есть. Да, вон я вижу. Я возьму автор Нади. Вот смотрите. Это не прям таки наверное штатные заводы. Вот. Это обычные заводские педали. Они в принципе все примерно вот так вот выглядят. Вот. если размер ноги 35 то это норм. А если размер ноги у меня знакомый у него 50 размер ноги. Я говорю нормально тот говорит знаешь как ступни болят. бед а там на заказ там не не 50 у него 48 я его на лыжах зову катать а он говорит ты мне ботинки найди короче вот она маленькая и получается при постановке ноги она давит как-то конкретно либо для маленькой ножки но норм для большой уже критично и нужно еще учитывать что если дождик или еще какая-нибудь херня она может быстро соскакивать и вероятно она даже это и делал и когда она соскакивает а как это обычно бывает ты жмешь вниз промахиваешься она делает оборот и мне вот в голень прилетал вот так бьет это очень неприятно поэтому для тех кто очень новичок рекомендую брать защиту колен и голень и катать в ней да теперь поговорим про защиту шлем нужен как вам это бы нравилось не нравилось на шлем нужен любой шлем самый дорогой стоит дешевле чем новый череп потому что наша тушка она ну блин она одноразовая и очень такая клюпенькая ненадежная хрустальная прям буквально в дерево лбом вписался дерево ничего а лбу туго и как бы трепанация черепа это вообще дорогостоящая штука да поэтому череп из карбона не делают поэтому лучше покупать шлем шлем я мог бы сказать можно купить соли но нет ни хера нельзя потому что там как правило муляжи шлемов они по большей части не закрывают лоб то есть при если дерево начинает прибегать дорогу то лбом впечатывается в дерево а шлем как бы ну так и остается не тронут поэтому козырек нужен он еще и солнце закрывает хорошо и шлем должен сидеть комфортно шлема они тоже идут по размеру если купить маленький это будет как у серёги но все мы видели он у него сверху на лбу на верхней части головы он лоб не закрывает и это выглядит конечно не очень и плюс при встрече с чем-то при падении и прочее они будут нести никакой нагрузки полезно как беляш затыл за затыл и защитит но лоб нет нет у него он с али купил шлем который реплика спешит салазе ты видел шлема их гоночные которые вот реплика того шлема но он маленький ему и выглядит это все конечно смешно поэтому и если вы планируете катать активно то лучше брать шлем я первые два года катал у меня был шлем защита колена голень такая хрень колено и она идет вот до сюда перчатки когда я спускался с подгорского перевала ехал километров 30 я короче там была промоена у меня велосипед сложился и лег а я полетел вперед метров несколько я полетел упал брюхом прокатился стал у меня ущерба вообще никакого не было увечий я имею потому что колено голень у меня была защита перчатки тоже защитили отличные руки и перчатки лучше брать целые как у евгения да потому что обрезанные пальцы они не не спасают при падениях потому что ногти и прочее это все травмоопасно поэтому ну и в осеннее время уже холодно с открытыми руками если хорошие перчатки у них также у них не ощущается даже вот ну как бы я взял фоксовские перчатки мои они нормально справляются комфортно они же тонкие там дышащий материал там они бывают всякие разные с гелем без гели как бы не кретичным главное чтобы они были потому что при бывает что дерево задеваешь немножко и прочее спасает обрезанные они как бы не знаю для чего но чисто вот того чтобы наверное руль да да вот поэтому да я а у меня не было другого вариант потому что вел так быстро ушел что я как бы ну а я лечу и если я начал добраться было бы все хуже я так как там же по воде по по воде оп-оп-оп-оп да это можно еще чуть-чуть поэтому я расскажу про контактные педали и чем они лучше топталок топталки это вот такие педальки в общем на самом деле есть везде свои плюсы свои минусы на на топталках ты едешь ты можешь в случае там песка или прочего быстро ногу поставить но в то же время это опталка и я вот вижу несколько минусов первое на спусках она может нога может слететь да потому что на кочках подкидывает и вот этот момент он вроде подкидывает на там на сантиметр край но контроль то уже нет и получается что может промахнуться а в случае этого ну если еще горка хорошая то называется здравствуй дерево да да идет сначала бах этот неприятный момент звон колоколов и уже падение там да тоже прям приятно это такой существенный минус там чуть дождик или еще что-то и нога начинает ехать второй минус то что бывает промахиваешься по ним и и например начинаешь она как-то делает лихо оборот и бьет по голени это тоже неприятно ну я когда был новичком я сбегал участи этих шрамов на голени потому что у меня была защита опять же вот из плюсов то что можно быстро ногу поставить из минусов то что как правило хорошая топталка стоит до хрена вот не поверите а порядка 100 баксов они стоят хорошие педали вот так такого образа которые шипастенькие и легенькие и прочные на германии они стоят порядка 100 долларов почему я говорю про германию потому что комплектующие дешевле и проще заказывать оттуда чем покупать здесь пока что да пока что да то есть если например заказать перчатки покрышки шлем то можно найти людей которые заказывают с германией и с ними скооперироваться там доставка порядка 20 евро делится на всех с андрюхой так заказывали очень удобно с доставку все скидываешь скидываются и покупают там есть распродажи причем они не то чтобы у нас когда например товар стоит в обычные дни 5000 потом рисуют 10 зачеркают и типа он на него скидка 50 процентов щедрость вот а там реальные скидки например вот этот шлем я купил за две чем-то тысячи там была скидка 60 процентов на него то есть как бы качественный шлем можно купить по цене лишнего ну плюс-минус вот что я привезу вот поэтому многие хотят или думают или слышали о том что есть контактные педали ну у контактных педалев есть такой минус то что под них нужны нужна обувь своя то есть если ты хочешь поехать каких-нибудь особенно к девушкам это относится как их нибудь симпатичных там сандалиях или кроссовочек ярких то тут не поедешь потому что у них неудобно а своя обувь которая под них рассчитана она как бы ее нужно докупать отдельно там уже выбор по моделям но это как бы отдельный разговор вот про педали начнем что из плюсов то что идет не только давление как мы привыкли там на обычных педалях она идет вниз тут можно делать круговое движение и тянуть вверх при подъеме в горку это дает эффект очень колоссальный потому что идет не только давление но и по подтягивания потом на спусках или в дождик нога в принципе не болтыхается и ним она никуда не денется у тебя то есть ты можешь как бы не париться о том что на газ летит и ты упадешь рамы об раму одним местом вот это гораздо как бы надежнее и нагрузка на на колени как бы как говорят она более щадящие становится ты не ждешь пока она закончится там гравили бы что-то еще а продолжает давить 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 на педали потому что ты не боишься то что тебе какой-то момент награде слетит и были придется уже ловить раму другим местом да потому что при неровности там щебенка или прочее или корни на обычных педалях ты будешь ехать и ждать пока это говно закончится чтобы продолжить педалирование здесь тебе как бы пофигу нога у тебя никуда не денется она зафиксирована и ты едешь и едешь про просто дальше как да да по поводу падения то что там да бывают случаи когда люди падают и не могут выстегнуть но в основном все падение бывает из-за разряда прилег то есть в чем вся разница то что на обычном на обычных педалях ты взял и ногу поставил то здесь ты как бы если ты стегнут то тебе нужно ее как бы выстегнуть этот момент он оттачивается до автоматизма примерно через месяц но все же пару раз человек потому что ты останавливаешься и ты ногу не просто ее не выстегиваешь и ставишь а ты ее просто ставишь она у тебя пристегнута и она как оп оп и ты ибо сейчас отбойники я пару раз не упал потому что этот заборчик вокруг дорог стоит я об него облакотился и но натептяю так было я в матигором ездили и я поднимался в горку и впереди была каменная секция я думаю как мне проехать оптимально но пока я думал я лег то есть а выстегивается это очень прям очень быстро так же как и застегивается все долю секунды до замедленно это выглядит вот вот так то есть нога обычно мы как привыкли носком носок первый идет а потом уже вся остальная нога а здесь нужно сначала пятку снимать то есть движение от пятки идет все да начинаешь двигать не носок первым а пятку двигаешь ее в бок и все у тебя нога свободна по скорости также абсолютно просто механика чуть другая но это дело привычки вот я много чего рассказал давайте теперь обсуждать у кого чё есть как ты будешь читай на тебе волосипед лежит масса да вот у него твоя вся массой массы волосипеда и как тебе выстегнулся данной ситуации это короче лежит посреди дороги да одна нога уже вот так вот да 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 все то есть есть просто есть сразу двигаться уже не можешь априори потому что она вывернута машина такая подъезжает тебя так упирается ты лежишь так ничего не может сделать она так назад отъезжает уезжает а две тетеньки которые изначально перед перед того перебегали дорогу упал побежим дальше в итоге короче примерно делаешь так откидываешь посидел потаскиваешь подтягиваешь к себе велосипед и рукой отсоединяет это вот у меня так было чтобы такой фигни не было там есть на педалях регулировка это степень схватывания шипа ботинка у фан-2 стеглянных или один который регулирует расположение на нюхо хорь нет, дело было в другом во первых у меня были фрэнки а ну либо да либо фрэнк потому что я шумановский либо нормально не мог стегнуть, либо я вырывал из тела и когда ты начинаешь кататься в контактах ты ставишь минимальное натяжение чтобы тебя сразу отстегивалась нога при любой ситуации тогда не будет ничего происходить потом ты просто привыкаешь их выстегивать и ничего не происходит не, я просто упал навернулся и поэтому одна нога у меня вывернута была получается вторую я никак не мог потянуть то есть я опереться на эту ногу не мог и почти не чувствовал и в итоге это пришлось вот так вот подтягивать и у крэнк-брасса немножко другая система там как это как у миксера там да получается нужно вот потянуть и рукой отсоединиться дальше отполз уже с дороги но самое приятное было то что одна нога все повреждена я не могу педалировать нажимать там что-то еще как ехать хотя бы надо до друга доехать это было получается около туриста магазина а мне нужно было хотя бы до лейтенанта шмидта доехать ну отлично все у меня одна нога получается летит вторая пристегнутая я одной ногой педалирую то есть можно даже так вот добраться с помощью контакта педали самое удивительное было это я был не как-то макирована даже я был в Кравграде в универсии я видел одноногого велосипедиста то есть просто мужик себе купил велосипед простой какой-то там урал ну типа салюта короче там такого там стелс не стелс и у него примерно так вот т.е. у него второй наезд в принципе нет и вот он нажимал пяткой доводил носком поднимал и снова нажимал и это то есть он нормально передвигался там по городу я вообще офигел вот я так подумал блин вот ему бы контакт на педали педали он педалью да он бы прямо ценил да причем магазин обычно один ботинок прилавка стоит но не одна педаль к сожалению после вот этого случая перестал контакт на катак кататься но и стиль катания всегда нужно высоко держать под определенную задачу можно его отпускать не ну очень классно когда у тебя есть одно получается на этом на регулировке либо пневма либо механика и получается если ты в гору поднимаешься естественно тебе удобнее на высоком седле чтобы ты нормально эффективно педалирование делал когда ты спускаешься вот так вот над какой-нибудь там пропасть не сеть не очень удобно хочется опустить седло и одно дело когда у тебя получается есть то есть если ты просто кнопку нажал седло и ты спокойненько вниз спустился на ногах там с разбесопкой все правильно вот но опять же то есть это ближе уже к гору либо all-mountain катания у нас таких гор нет чтобы была вот обязательная потребность опускать седло в принципе можно седло зафектировать на одном удобном для тебя положении всегда независимо от того в чем ты ты участвуешь там либо ты по городу катаешься либо ты межгорода катаешься не по городу понимаешь на дело по городу это у тебя сразу то есть седло в одном положении и особо париться не надо но если ты допустим однажды здесь несколько треков трейлов здесь вот по дубкам есть в сторону лысой горы которые все это можно таким мини трейлами назвать то есть когда у тебя достаточно такой активный спуск тебе нужно где-то там что-то маневрировать но при этом есть нормальные торчки и вот в эти торчки у тебя очень много сил уходит чтобы меньше сил уходило лучше если у тебя было регулировано при определенной сноровке у тебя уже получается можно это примерно так сделать то есть ты едешь и едешь допустим на высоком седле нужно опустить седло ты не сладишь с велосипеда открываешь эксцентрик скажем так зажимаешь его но желательно его именно еще поджать опускаешь закидываешь эксцентрик все дальше ты знаешь что у тебя спуск пошел ты на спуске активник маневрируешь велосипедом и тебе седло не мешает вот спуск закончился или там какой-то небольшой плоскать у тебя есть время там такая ну проминутка ты открываешь седло и вот примерно так то есть ты держишь седло при встаешь зажимаешь его лягкой и закрываешь но это надо сноровку вот и все то есть так вот можно это регулировать но это тогда когда ты точно знаешь какой у тебя маршрут где там какие паузы есть где чё то есть если уехать куда-нибудь действительно в горы и посмотреть элементарно даже трассы российской эндуро серии там такие прям есть участки где они действительно вниз фигачит почти как даунхильщики ну на самаре она называется даунхил у них это так эндурочка вот и при этом у них есть торчки где нужно прям не добавляя скорости желательно его преодолеть там какую-то секцию или что-то еще вот и стоя там педалирует ну реально сложно тем более тебя 2 подвес там под подвески 140 миллиметров и обычно настраивается все это дело больше на спуск поэтому активнее все таки обычно при спусках чтобы не опускать седло корпус наклоняет назад то есть идет за счет смещение примерно вот так вот вчера были на тип тяве и там короче было очень крутой спуск и я спускался вот так вот то есть я прям лег и ну реально было настолько стена практически что вот так было оптимально и так аккуратненько спускался и принципе было как комфортно также да можно было опустить но суть в том то что если вел вот так то чтобы не улететь через руль нужно компенсировать и жопу над колесом то есть если седло опускаешь что даже порой можно получить колесом по жопе если идет на подъем то наоборот где-то если прям хорошая стена наверх то пупок должен быть над уровнем выноса грубо говоря опять же при подъемах всегда встает вопрос ехать сидя либо либо встать на на ноги сидеть лучше на кончике седла то есть если когда встаешь у тебя сцепление заднего колеса получается не очень и есть шанс что ты станешь просто она пару раз прокручивается и все приехали а вот поэтому да как бы вот со высота седла и она не меняется также еще расскажу немножко про такую социальную сеть которой мы все пользуемся называется она страва главное без фанатизма но это очень мотивирует на самом деле потому что когда особенно женские участки когда ты приезжаешь а потом смотришь у тебя там десятое место пятое место шестое место и думаешь где эти участки в этом же а я проеду быстрее и там еще можно подписываться на людей могу рассказать на кого надо подписаться точно и смотреть нет у нас из топовых гонцов у нас я считаю самые сильные именно как кросс-кантри гонцы это дмитрий яковлев это на олег на эту на лебежинского кто не помнит как антон лебежинский антон лебежинский да на него можно подписаться антон андриянов тоже хорошо катает в общем на них подписывайтесь но никогда себе с ними не сравнивать эту утопию знаете вот как ориентир вот диман яковлев его можно использовать как ориентир и смотреть там как он катает как на его треке но равняться на него это глупо потому что он катает лет десять если не больше как бы ну чё тут равнять у него организм принципе можно у него организм другой он в роддом и это него пульс 140 и это блин это реально немали роддом это очень-очень круто я я еду у меня почти 200 сколько градусов 40 нет не 40 там он он местами где-то 20 местами где-то 20 очень круто там 300 метров но они хороший набор высоты и получается что пока ты и 400 метров ты рожаешь те кто был все знают а там два их подъема один по покруче другой по лайтове вот который покруче это вообще жесть и как горят то есть едешь и все горит ноги горят и вот он там едет у него пульс 150 лет 160 так я у меня 190 монет мы просто ухо это уже 200-то много да там просто песком пойдешь то есть так же волш он катал а потом чет перестал но в то же время у него пульс выше чем у яковлева на 20 ударов и мы вы сравнивали ниже чем у меня на 20 ударов то есть но пусть важен тема что способности перегонять кровь и доставлять кислород к мышцам и в мозг да и соответственно у спортсменов типа у димана яковлева и прочих у них сердце тупо больше она может за один качок перегнать больше чем например моё сердце курильщик у лыжников так это вообще капец а вот в принципе я бросил 5 лет не курю у лыжников сердце еще больше потому что они бегают очень лихо на лыжах вот как туда я тебе скажу больше я с 15 года родом тренинг я как задыхался там как рожал так я и рожаю никуда это не делал просто да интересует до допустим цифры к примеру вот есть до 180 это когда у тебя кислород доходит до мышц есть пульс выше 180 до опять же цифры примерные когда кислород уже не доходит и вот есть момент вот рабочий вот между аэробным порогом и анаэробным и если ты выводишь себя и тренируешься короткие отрезки вот в этом промежутке у тебя увеличивается выносливость зеленая зона называется короче это примерно 140 ударов пульс то есть можно прокачивать но этот очень тяжело и долго и это прокачивается бегом не велосипедом рецепт простой нужно бегать больше чем 10 километров и бегать в зеленой зоне то бишь бежишь и смотришь по часам сколько у тебя чтобы не был был выше вся срока непреклонный возраст но когда тебе уже больше там 18 ну то есть перестал уже в россии то есть больше 21 до 22 лет и даже если ты молодец тоже это делаешь перекачиваешь сердце хотя потом будут проблемы с давлением то есть гипертония тебя будет обеспечена так что надо быть аккуратнее это я не по себе говорю то есть я как бы со товарищем с одним средством который занимался со мной в детстве пенькобежного спорта мы говорим что у него такие вот проблемы нужно очень так что надо надо два тысячи резина какой-то находить чтобы тренироваться в таком виде чтобы вот действительно заходить в анаэробный порог поэтому я не думаю что у кого-то проблему просто они не смогут если они не готовы если организм не готов очень мало людей кто может через силу заставить ну так подожди тренироваться лучше тогда в анаэробном то есть сначала аэробный потом анаэробный нельзя объяснить за пять минут поэтому вот этим вещам вот такие книжки посвящены поэтому вот кому интересно информации очень много нельзя объяснить вот здесь ну а потом говорит так как мы катаем ну то есть надо все-таки немножко то есть там цели сразу на мы спортом не занимаемся были в самаре гонщики которые велосипедисты которые всегда заезжали там на 5 6 7 места они вообще не признавали просто пульсометр то есть они ориентировались исключительно на вот ощущение организм своего то есть они никогда себя не загоняли вот 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 в эти рамки контроль и постепенно за да и постепенно за несколько лет у них формировался тот понимание с какой частотой нужно крутить педали как нужно ехать и в принципе у них по моему до сих пор ничего не болит как раз это частота вращение педалей чем ниже каденс тем больше нагрузка на колени тем выше каденса тем лояльнее это все дело к коленям и проще ехать оптимальный каденс считается 70 но я езжу например в основном у меня 90 у меня когда не было датчика каденса я ориентировался на то на простое когда жопа начинает подпрыгивать то все надо уже переключаться то есть крутить должно быть всегда легко неважно куда ты едешь в горку поплыскачу вниз жопа не должна прыгать и не должно быть потуги потому что если ты крутишь у тебя каденс там 40 это уже здрасте колени потому что у меня участвует который крутит с таким кадром у которого ты посмотри к коленю вывали да но на коленях то нет мышц я вот уже почувствовал очень низкий по подъем заезжает с таким каденсом что обычно ездит включает высокая передача просто он наваливается весом его тело вы просто не знаете его пульс в этот момент мы когда зимой ездили с ним у него 220 пульс был да у него низкий каденс на высокий пульс вот сейчас попробую показать но кистос сердце маленькое а мышцы на ноге большие а ну вот и сердце маленький туда немного ноги не тренировали я не думаю что такой сиск это маленький ты куда Егор? домой это наверное уже вечера да это это уже слишком даже много вот про технические элементы бывает то что ездишь а впереди корень или прочая какая-то неровность и прочее как вообще проходить корни это проходит за счет переноса веса то есть сначала вес переносится чуть назад переднее колесо проезжает по корню потом ты его переносишь вперед и заднее колесо проезжает по тому же корню и то есть тот момент когда на переднее колеса у тебя меньше ты разгружаешь его за счет веса и давление на него меньше ты проезжаешь потом переносишь вес на переднее колесо с заднего снимаешь вес и проезжаешь опять это поможет не пробиваться на бордюрах на корнях и прочее и надежнее то есть там как бы шанс то что произойдет падение ниже бордюры высокие подсталки реально? да реально но как раз для этого там Егор говорил про шипы вот по шипе он не сказал что шипы как раз нужны для того чтобы делать эти баняков то есть включаясь с ногами шипы педали и подпрыгиваешь он не справженно помогает я не дал он где не но но на силу ногами он не тянет не тянет я уже смотрю видео обещаю там немножко надо немножко ногами тоже держать чтобы тут немножко подрежался через шипы в ноги ну то есть тут наверное техники разных людей зависит в общем смотрите на бордюр как обычно заезжает я рассказываю не про банихоп а просто про обычный заезд на топталках переносишь переносишь вес чуть назад поднимается колесо ты ставишь на бордюр и пододвигаешь вес достаточно резко на руль и у тебя заднее колесо даже если ты не цепляешь педали ногами а ногами он имел ввиду цеплять это вот так вот вот такое движение и получается что вместе ты как бы поддеваешь плюс ты же едешь у тебя колесо не прокручивается а как-то хоп вот так вот но на самом деле можно ставить ногу прямо и если у тебя переднее колесо выше заднего и ты переносишь вес вперед то у тебя заднее автоматом поднимается до уровня переднего выше не поднимется но вот на уровень поднимется и и в баннике примерно такая же схема сейчас Андрей расскажет при подъеме переднего колеса просто смещаешься вперед и задний у тебя поднимается на уровень переднего он на нем банит а не убил вот момент такой просто сначала надо научиться прыгать просто на месте на двадцатиле ну то есть это первый шагик к тому чтобы научиться прыгать через бордуры и первый шагик к баннике ну по крайней мере как объясняют люди которые этим занимаются ну спонсор довольно темно это ссор это дальний шоп это прыжок двумя колесами одновременно под сжатием к себе велосипеда вот это получается да сам берется вел в распорку вот так и руль тоже от себя немножко но при этом держит его И вот мы сгибаем колени, уже находясь в положении распорки, согнули колени, руль у нас в руле, в руках, и делаем просто перенос веса резкий строго вверх, подтягивая к себе ноги и берутся в распорке. Получается, что мы с вами выпрыгиваем, вместе с велосипедом поджимаем ноги, мы снова приземляемся. При этом вот здесь распорка используется, без нее будет очень сложно сделать спорку, но это прямой прыжок, он как бы... Не, на контактах это вообще халява, это не считается, это не называется спорка. На контактах ты просто прыгаешь вверх на велик. Да. А важный спорк делается столько, неважно какая у вас физическая подготовка или опыт будет, важен вам именно балансирование опыта. Вам сильно поможет. И он делается следующим образом. Если мы с вами просто катимся по городу, неважно в каких позах, в центральной стойке, в передней стойке, вот, да, как мы, например, скажем, кто на этих катается, на подобных велосипедах, вот. Маникет лучше всегда делайте в передней стойке, то есть когда наш центр массы находится ближе к выносу. Не над ним, но приближенно к выносу. Затем просто мы резким движением отсюда наш центр массы, кто не знает, центр массы стоит у нас под пустом. Он управляет вообще всем, лыжами, сноубордом, роликами, велосипедами, вейками, кайтами, там. Если вы умеете им управлять, вы очень легко все получаете. Мы берем свой центр масс, отсюда, и резко переносим по прямой, по горизонтальной, получается, дорожке назад. Над заднее колесо. При этом, то есть мы ехали с вами, локти пустом, при этом мы отсюда его убираем назад, локти у нас напрямляются. То есть мы не делаем, как вы сейчас показали, вот этого вот мы не делаем. Это как бы уже лишнее движение, затрачиваешь энергию, много лишнего. Поэтому мы просто переносим вес от выноса из передней стойки в заднюю стойку, и у нас уже получается рывок руля, руки прямые. Следующий момент из этой стойки, то есть да, у нас вес вот тут, над колесом задним, мы его резко подаем вверх и вперед. Вот по такой траектории туда, как стреляет ракета. То есть отсюда, выстреливаем с собой сюда, опять же вперед, и получается, мы натянули вел на заднее колесо, а здесь у нас центр массы. Мы его сюда подаем, и у нас получается кружок. Раз, и приземляемся также на два колеса. Как бы ничего сложного нет, если это разок-другой попытаться сделать, и потом такие, ааа, не получилось, и не забивайте на это. Это штука полезная. Я смотрю на вас, ребят, ну, кто вот в кантри катается, много по городу, я как водитель, еще помню, когда я был молодым водителем, мне было очень страшно видеть человека на велосипеде, где-то в плотном потоке достаточно, который даже пусть и по правилам ехал вдоль дороги, но я думал, сейчас я его шибу просто. И такой, глаза закрывал, проезжал, такой, нет, не шиб, все, нормально. То есть я думаю сейчас, когда иногда, я редко выхожу на дорогу, и каждый раз думаю, блин, а если такой же водитель, как я, попадется, что сейчас со мной будет? Поэтому я уже 6 лет или 8 даже, я не катаюсь по дорогам абсолютно вообще, передвигаюсь только по тротуарам, пешеходным зонам. Для вас эта трудность будет до тех пор, пока вы не освоите вот этот элемент. Ничего сложного в нем нет, кроме умения головы отдавать команды телу, а тело его слушает. Все, как бы неважно от веса велосипеда, от вашего веса, если вы жирный или худой, или дрищ, или, ну, то есть абсолютно разная конфигурация тела. Делать все технически правильно, очень легко, велосипед вам это позволит. Поэтому, кто захочет, как бы, поподробнее об этом узнать, знаете, как меня найти. Могу показать поподробнее, с разбором. Давайте дальше обсуждать. Практика, да. Будем в горочку заезжать и съезжать в горочку вон там. Надо попросить обязательно на переднем колесе более шипастая резина по одной простой причине. Едешь ты, например, и там колея, и тебе нужно заехать чуть вверх. Тебе нужно сцепление, то есть, когда ты выруливаешь, колесо должно цепляться. Если ты выруливаешь, а у тебя там слик, оно у тебя съезжает, и ты падаешь. Поэтому есть такая... Я просто много раз слышал, и мне так говорили. У тебя заднее колесо лысое стало? Ты поменяй местами. Лысое поставь наперед, нельзя так делать. Это ведет к ашхыпкам, которые... У меня страх колеи, знаете, из-за чего? Я так менял. Я в колею, например, колея, и у меня переднее колесо уходило, и я улетал. А теперь я боюсь колею, потому что привычка вот эта вот осталась. То, что, а, сейчас у меня колесо уйдет. Но если протектор шипастый, то колесо не уходит, и ты едешь комфортно. Оно так и должно быть. Потом про передний еще. Тормоз передний. Он основной тормоз. Если по чесноку говорить, задний он помогает. Передним ты тормозишь. Чтобы не улетать с горки, когда ты едешь, руки должны быть прямые. При обычной езде они слегка согнутые, потому что при таком положении руки, это получается рычаг, как бы, и рулить вот так вот комфортнее. Эффективнее, так скажем. Но при спусках, когда на спусках, руки всегда выпрямляются. То есть, даже если ты... Нет, ты сейчас очень опасную вещь говоришь. Нет, нет. Локос сломать можно? Нет. Ну, просто нужно понимать, что такое активная позиция. Есть книжка такая, мастерство езды на маунтинбайке. Брайан Локес и все, все, все. Оно... Сейчас, конечно, кто экстремальной дисциплиной катается, они уже считают, что это, как бы, вчерашний день. Но там есть базовые основы. И... Если... Вот говорить, то... Положение на велс-педе. Что велс должен быть вот здесь. То есть, о чем говорил... Что ты говоришь? Андрей. О чем говорил Андрей до этого. Когда он рассказывал про бани-топ, он неоднократно сказал, что весь ваш вес, он должен быть вот здесь. И правильная позиция на велс-педе, это на вкуске, именно, это раздруженный руль. То есть, вы должны руль держать, но не давить на него. И когда вы видите... У вас должны быть прямые ноги, то есть, вы должны весь свой вес расположить на щитунах. А руки должны быть согнуты. Потому что у вас руль должен быть свободен. Потому что, если вы упираетесь в руль, прямыми руками, либо вес сюда переносите, когда у вас переднее колесо куда-то попадает, или срывается, оно... Вы обязательно падете. Потому что ваш вес будет не здесь. Вот если вес вас ждет, у вас руль бед зафиксирован на поверхности. Если вы его переносите сюда, и что-то происходит с передним колесом, вы обязательно падете. Заднее колесо обгонит переднее? Оно просто полетит... Ну, то есть, поднимется вверх. Это просто по разной позиции вы немножко говорите с Егором. Егор имеет в виду, что вес должен быть назад уведен за счет того, что руки выпрямлены полностью. А вы сейчас рассказываете как раз в тот путь, когда вот центр массы гуляет вокруг стенок, и все равно он уходит назад. Здесь не принципиально, потому что... И пусть даже на особенных руках. Здесь не принципиально, потому что сама позиция на спуске – это спина, прямые ноги и спина в идеале параллельно земле. То есть, если вы посмотрите на фотографии велосипедистов, серьезно, вы увидите именно эту позицию. Она считается основной. И вот, если вы сейчас поедете кататься, попробуйте обязательно разгрузить руль. То есть, нет ничего такого, чтобы проехать с горы и отпустить... Или по щебенке ехать и отпустить руль. То есть, если вы правильно располагаете свой вес на велосипеде, в этом ничего сложного нет. Вот это основной... Это вот основной навык, которому следует научиться именно располагать свой вес на велосипеде правильно. Тогда все будет намного проще. Да. То есть, если вот оттуда откуда-нибудь съехать, то с прямыми руками врать не получится. Да. А еще сразу, если рассказывать про положение, вот я уверен, что все, когда поворачивают, вы выпрямляют не ту ногу. Угу. То есть, прямая нога должна быть в внешней стороне поворота. То есть, опять же, возвращаясь к разговору про вес, прямая нога, вы давите... Поворачиваете налево. Нога должна быть прямая, чтобы вы надавили всем своим весом на велосипед и шипы на покрышку уже цепились во грунт. Если простыми словами объяснять, если едешь и поворот у тебя налево, то выпрямляется правая нога. Если поворот направо, то левая нога. И потому что велосипед начинается немножко наклоняться, и она получается как опорная. Да. Потом еще расскажу небольшой лайфхак, который я недавно узнал. Мы, когда обедаем, часто пользуемся влажными салфетками. Руки прочистил. Что ее делать? Обычно ее выкидывают. Не выкидывайте ее. Ее берешь и засовываешь вот сюда. Это можно использовать еще раз? Нет. Она здесь защищает от грязи в самом вот это вот место. Плюс я, например, на светофорах делать нечего. Можно ее достать. И... вилочку. Чик-чик-чик. От грязи, от пыли так. Почистил ее. Некоторые бывают долгие, там по две минуты. Да. Да. И все. И так я обратно засунул. И норм. Раз в неделю меняешь, она всегда чистенькая, хорошая. И грязь там не забивается. Вообще отличная. Лайфхак. Можно еще и в подсидел лобить их. Коврам широкий Про обслуживание цепи Кто чем обслуживает цепь? Входя по твоей, ты парафин варишь, да? Да Потому что никакой здравомыслящий человек на смазке так не сделает Это зачем так делать? Потому что могу Потому что могу, да? Чего бы нет? Могу Практикую Но одежда не пачкается Надо обцепить Если она смазана парафиром, то нечему пачкаться На самом деле у этой цепи пробег больше 6000 км И она еще живая А если бы была смазка, то, мне кажется, она бы уже не была живая А как же это? Три цепи цепи? У меня две цепи Через сколько ты меняешь цепь? Я их две сварил Одну откатал, она греметь начала, вторую поставил Очень удобно Формула очень простая Есть два типа парафина Аптечный, который без всяких примасей, без вазелинов и прочей лабуды Просто парафин Ведерки И есть парафин Универсальный, горнолыжный Для сноубордов, для беговых лыж, для горных лыж Он абсолютно Универсальный, так и называется Берешь и мешаешь его В соотношении не могу сказать о каком Потому что там смотришь Если цепь слишком жесткая после того, как ты вынул Значит, нужно еще обычного присыпать, чтобы он был Состав более такой Менее плотный, да Более эластичный Да, можно еще молибдена добавить, но если сделать на А ты где молибден? Молибден можно у Егора взять В общем, если делать чисто на молибдене То цепь получается очень не эластичная Поэтому с обычным примешиваешь и получается такой состав примерно 50 на 50 Может быть Смотря какая цепь И сколько килограмм Парафина? Ну то, что я делаю 150 спокойно можно катать То есть, в принципе, и 200 можно катать Просто после 200 она начинает уже, откровенно говоря, шуметь И это раздражает А есть люди, которые... Вот он едет, и его цепь слышно реально за квартал Она прям поет, смажь меня А он едет, не терпи Нет, там сначала, если цепь растягивается хотя бы немножко, она начинает жрать кассету и систему Там все по взаимосвязанности И цепи лучше брать чуть подороже Например, передний переклюк можно брать самый простой Например, если собирать покатушечный велосипед Передний переклюк можно поставить Оливия Потому что передний переклюк используется не так часто И Оливии хватит Вполне Сзади переклюк ставится получше, потому что он в основном Гуляешь постоянно Там, например, ставишь Dior Цепь лучше брать Либо XT Короче, чем лучше цепь, тем дольше она у тебя будет служить Я брал Dior LX Он у меня проработал месяц-полтора Я привожу к Славе Она говорит, она у тебя растянут Поэтому, чем дороже цепь, компаньоловские, говорят, вообще вечные Они не стоят по три тысячи Вот, вон на фете стоит компаньола Да, пирсона Чай Вот, будем проверять У меня вот эта вот КМЦ-шная цепь Я ее брал за тысячи триста Ну, а та два пирс-пирс-пирс-пирс-пирс-пирс-пирс-пирс-пирс-пирс-пирс-пирс-пирс Чем цепь, скорее, больше, тем сильнее износ Потому, что все тонко мне А если трансмиссия 3х9, так вообще Что угодно, по-моему, можно ставить Без смерти Ну, спереди, смотря, во-первых, у тебя какая система Ну, стандартный, скажем, тройник, да Ну, не знаю, тройник, мне кажется, 22, 28 и 40 А сзади 40? Сзади чем больше, чем лучше Я так вижу Я потому, что люблю в горки ездить Да 11.36 или 11.40 Один может быть дрячем, а другой толстый, толстый То есть, для толстого надо и разбег побольше И, соответственно, перемещать все в сторону более легких передач Потому, что он в начале тех пор заедет То есть масса велосипеда тоже не изменит Только у большой кассеты, получается, она еще тяжелее Короче, там тоже одни косяки Ничего хорошего тоже в этом нет Ну, если двойник, то 26 и 36 в принципе хватает Я бы еще, правда, 38 поставил, но... Не знаю Потому, что 26 и 42 я заезжаю в любую горку Продолжение следует... Ребята, спасибо за обещание Мы уже наступили поездки Хорошей дороги, удачи Пока Вы прокатитесь, сейчас согреетесь и вернете что-то На самом деле, я тут же хотел предложить поехать разогреться и потренить немножко С первого мы верим Ну Лучшие подъемы Да, поверь лучше Ништяк, у тебя тренировка А как? Не накатишь, не покатишь Это... Сморка, мы-то не поршим А катить надо, а что надо? Это вообще просто машина Это детский размер Это масло машинное Подсолнечное Рубинированное Малогодское